привет все мои дорогие друзья я рада видеть вас на канале вяжем спицами и сегодня я хочу предложить вам вот такой вот очень красивый узор арановый сейчас многие готовятся к осени к зиме вяжут свитера кардиганы пуловеры шапочки и вот я думаю что вот этот узор отлично подойдет для таких изделий смотрите как он оригинально смотрится поближе поднесу это его из на лицевая сторона это его изнаночная сторона такая узор не сложный он формируется за счет перекрещивания петель то вправо то влево раппорт узора состоит из 10 петель плюс 2 изнаночные петли перед раппортом и 2 петли изнаночные для симметрии после раппорта вот такой вот красивый узор если он вам нравится то давайте вместе его свяжем для образца я набрала 16 петель с учетом кромочных узор вяжется вот по такой вот схеме как я уже сказала раппорт состоит из 10 петель и из 20 рядов высоту за счет узор формируется за счет перекрещивания петель то вправо то влево 2 и все четные ряды вяжется по рисунку и так мы вяжем первый ряд кромочная 2 петли изнаночные перед раппортом следующие четыре петли нужно перекрестить с наклоном влево меняя местами первые две петли идут влево наклон следующие 2 вправо провязываем все петельки лицевыми перекрестили 6 лицевых и в конце ряда 2 изнаночные и кромочная провязали первый ряд 2 из все четные ряды вяжется по рисунку как смотрят петельки лицевые над лицевыми изнаночные над изнаночными третий ряд кромочная 2 изнаночные 2 лицевые следующие 4 петли перекрестить с наклоном влево меняем местами наклон влево и провязываем лицевыми петельками и еще 4 петли их с наклоном вправо здесь можно воспользоваться дополнительной спицей вот эти две петли наклон вправо перекрестили и в конце ряда 2 изнаночные и кромочная провязали третий ряд 5 ряд кромочная 2 изнаночные 4 петли перекрестить с наклоном влево провязываем петельки лицевыми и следующие 4 петли тоже наклон влево 2 петли перед работой и следующие 2 за работой в конце ряда 2 лицевые 2 изнаночные и кромочная вяжем 7 ряд кромочная 2 изнаночные 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 следующие 4 петли перекрещиваем с наклоном влево первые две петли у нас перед работой влево и 2 за работой провязываем лицевыми петлями конце ряда 2 изнаночных и кромочная провязали 7 ряд следующий 9 ряд кромочная 2 изнаночные 4 петли перекрещиваем с наклоном влево меняем петельки местами перекрестили и дальше 6 лицевых 2 изнаночные 2 изнаночные и кромочная провязали 9 ряд следующий 11 ряд кромочная 2 изнаночные следующие 6 петель лицевые 1 2 3 4 5 6 6 петель лицевых и 4 петли с наклоном влево перекрещивание о вернее перекрещивание с наклоном вправо меня местами их и провязываем лицевыми петлями 2 изнаночных и кромочная 13 ряд кромочная 2 изнаночных следующие 4 петли перекрещиваем с наклоном влево первые две петли перед работой влево и следующие за работой провязали их лицевыми петлями и еще 4 петли с наклоном вправо наклон вправо и тоже провязываем лицевыми петельками перекрестили в конце ряда 2 лицевые 2 изнаночные и кромочная это у нас был 13 ряд 15 ряд кромочная 2 изнаночные 2 лицевые следующие 4 петли перекрещиваем с наклоном вправо и еще раз 4 петли с наклоном вправо тоже вправо и в конце ряда 2 изнаночных и кромочная 17 ряд кромочная 2 изнаночные 4 петли перекрещиваем с наклоном вправо перекрестили дальше 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 6 лицевых 2 изнаночных и кромочная вяжем 19 ряд кромочная 2 изнаночных 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 и 4 петли перекрещиваем с наклоном вправо наклон вправо и в конце ряда 2 изнаночных и кромочная так мы провязали один раппорт нашего узора как видите ничего сложного узор очень легко вяжется если он вам понравился не забудьте поставить класс и написать свой комментарий всем пока и до встречи в новых видео а